Добрый день! Сегодня мы будем рассматривать тему динамические предикаты и динамические объекты. Но сначала мы дополним нашу программу, то есть мы изменим ее таким образом, чтобы, например, наш объект 3 обрабатывал таки контекст дерева. То есть сейчас у нас получается, что объект 3 занимается инкапсуляцией этого принта, draw space, и у него есть параметр 3. А я хочу его вынести наружу, то есть запускать его следующим образом. То есть вот мы сделали запрос к нашему языку про коров и хвосты, и далее я хочу распечатать. Это дерево, то есть вот так. И сделать такой вот, в прошлый раз я сделал ошибку, просто давно уже не программировал. Для того, чтобы преобразовать в такой вид, значит нужно сделать следующим образом. Из 3 сделать контекстный объект, то есть объект с контекстом. И потом вот этим контекстом пользоваться. То есть у нас println теперь его декларация будет такого вида, то есть у него будет 0 аргументов. Так, формат. Вместо локальной перемены у нас появляется такая переменная, имеющая смысл глобальный. Ну то есть указывающая на первый параметр этого параметрического объекта. 3 или контексты. То же самое draw. Тоже будет 0. Ну и тут я не буду переписывать draw1, потому что он у нас приватный, даже очень сильно приватный. Так, space то же самое. Записываем. Так, надо перезагрузить. Вот и запустить. Ошибка. Предикат declaration print 0 does not exist. У нас не существует предикат print, но есть и есть и есть и есть и есть. println. Вот печать получается. Ну и draw. форма контекстная, она удобна тем, что мы, например, можем сделать такой финт ушами. Например, обозначить наш контекстный объект вот таким вот образом. То есть у нас дерево. Дерево в смысле просто прологовской какой-то структуры данных. Мы ее обрамили нашим объектом. Вот этим 3. И присвоили O. Ну не присвоили, а унифицировали O. И теперь можно O сделать запрос. Нам не нужно всякий раз передавать в println этот параметр 3. Это первое. Второе. Вот в луктоке таким образом можно организовать пространство имен. O. Вот мы подряд два запустили. Я в своей практике очень часто использую вот эти параметрические объекты. Особенно статические параметрические объекты. Аналогично можно переписать наш язык. Например, вот этот colang сделать здесь. Например, я не буду переписывать. Просто я схему обозначу. Какой-нибудь sentence. И уже его транслировать. Сделать для него отдельный предикат translate. Публичный именно для этого объекта. Но это если нам действительно нужно сделать больше, подать больше одного сообщения с одним и тем же параметром. Тогда это имеет смысл. Ну, мы сейчас перейдем к следующей теме. Откроем новый файл. Допустим, в директории также lab.din называется. Это динамические предикаты. din.lgt назовем его. Не динамические предикаты, а динамические объекты. Значит, динамические объекты могут быть в двух случаях. Во-первых, когда вы создаете объект при помощи create object. Сейчас я покажу его сигнатуру. Сейчас она найдет его. Вот create object. Четырехаргументный предикат. создает новый динамический объект. Здесь мы задаем ему идентификатор. Если мы сюда подали свободную переменную, то нам синтезируется новый идентификатор. Обычно он там называется O1, O2, O3. Дальше relations определяет его взаимоотношения с другими объектами. Ну, по сути говоря, это вот часть, которая относится к определению. Вот эта вот часть. То есть вот эти вот extends и тому подобные вещи перечислены через запятую в списке relations. Дальше идут директивы. Последняя часть. Это вот closes. Она включает в себя оставшиеся элементы. То есть вот draw. Ну, вот определение предикатов. Непосредственно. То есть можно полностью динамически создать новый объект. Ну, мне бы там синтезируете что-нибудь. И вот вы можете туда насинтезировать предикатов. Таких там для того, чтобы удалить из оперативной памяти динамический объект. Используется abolish. То есть одноаргументный предикат. Здесь мы передаем или название объекта. Либо, значит, переменную, содержащую это название. И он удаляется из оперативной памяти. Значит, также динамическим предикат можно объявить, который мы определяем статически. Например, сделать из этого дерева динамический предикат. Сейчас я его удалю. Пиши, как это означало. Например, вот этот 3. Добави сюда инструкцию. Динамик. Все, теперь его можно из оперативной памяти удалить. Хотя довольно странно, как это выглядит с контекстом. Что мы конкретно удалять будем. А давайте его отсюда берем. Например, пусть будет. Вот этот динамический. Тут проще в понимании, что это такое получается. Вот вторая. Второй аспект динамизма здесь состоит в том, что мы можем внутри конкретного объекта создавать динамические предикаты непосредственно. Например, вот можно создать категорию. Я, правда, беру пример, но я маленько его переделаю. Attributes. Категория у нас будет позволять создавать дополнительные атрибуты в объекте, который наследует нашу категорию. Ну и предположим, она даже будет какой-то интерфейс реализовывать. То есть, implements. Attributes. Протокол. Давайте его тоже определим здесь. Протокол. Attributes.p. mem-mindprotocol. electrical. Что было тут? Не буду я здесь писать эти комментарии по поводу интерфейсов. я наверное их тоже напишу в один в одним списком все только в таком виде attribute 2 параметра первое это будет название attribute только атрибута второе значение так это у нас а стоп здесь неправильно обозначил количество писать аргументов то есть set attribute current current attribute в логтоке принято вообще говоря использовать такие названия то есть это атрибуты декларация например ну давайте сейчас какой-нибудь напишем объект person да то есть человек сделаем какой-нибудь там имя да у него статическое то есть public name1 возвращает имя name джон например джон я взял кавычки использовал всякий случай он будет импортировать наш категорию attributes таким образом мы в нем потом сможем добавлять какие-то новые добавлять новые атрибуты про него инициализируем здесь предикат напишем какой-нибудь местный не очень красивое решение я просто хочу продемонстрировать как это работает то есть local attributes например мы вызываем вот если мы декларируем attribute в данном случае мы можем то есть вы просто сказать что там существует так attribute там имя например например рич 25 амлетом новый динамический атрибут а если мы потом хотим запросить ну то есть если у него такой атрибут и какое его значение тогда используется вот название current attribute вот но здесь я хочу выделить то есть вместо простой декларации я хочу сказать что это именно процедура установки этого атрибута получается у нас два предиката есть которые управляют динамическими этими параметрами то есть динамическими предикатами set attribute и current attribute первый устанавливают второй соответственно используют для того чтобы получать значение атрибута так и нам еще потребуется приватный точнее protected кстати не уверен что у меня тут сейчас правильно это все получится место хранения такой предикат тоже двухрагументный и мы должны его еще объединить сказать что он у нас динамический мы в этом предикате атрибут да будем хоронить так это не здесь в реализации уже как атрибут дайминг атрибут напоминаю что категория это объект не объект а конструкция которая может унаследовать другую категорию в рамках наследования прототипов. И ее можно импортировать внутри какого-то объекта, чтобы она внутри этого объекта представляла какой-то набор взаимосвязанных предикатов. То есть это в данном случае, видите, набор взаимосвязанных предикатов он занимается тем, что обеспечивает этот динамизм, то есть добавление новых атрибутов в процессе работы программы к нашему объекту. Ну, Джону, например. Сейчас мы его, этот поведение, да, мы должны его еще реализовать. Так, здесь запятая лишняя, потому что он мне тут все время показывает, что-то не так. Ну вот, он реализует, наша категория атрибут, реализует протокол атрибутs.p, то есть все эти декларации сюда наследуются. Так, и вот нам нужно теперь запрограммировать. Так, set attribute name значение, retract all attribute, потому что у него есть два параметра, name, так, и важно какое значение. Запятая, cert, cert, retract, retract all, здесь предикаты, которые учитывают контекст, ну то есть внутри какого объекта создаются эти самые факты новые. То есть name, value. Так, опять что-то ему не хватает. А, здесь скобки. Да, все. Ну и current, очевидно, current attribute. То есть если current вам не нравится, например, а вы хотите просто attribute сделать, то без проблем, можно потом просто сделать специальный предикат, который будет current attribute, обращаться и получать нужный вам. Так, attribute. Просто берем значение, да? Name, value. Можно, кстати, еще добавить один, это del attribute. attribute. Конечно, можно было удалить, но у нас будет одноаргументный, то есть мы удаляем по имени, по названию, да? del attribute name, соответственно, retract all attribute. Вот, кстати, del использую действительно в set attribute name. Кстати, вот del attribute можно было бы сделать даже таким, чтобы он отваливался, да? В случае, если у нас такого атрибута нету. Ну, давайте сделаем прицепчем проблемы. Сделаем сначала запрос. Есть такой атрибут вообще? Вот. Если есть, то тогда бы удаляем его. Если нет, он тогда отваливается. Ну, сейчас попробуем потестить, что у нас получилось. А, сначала нам добавить. Ну да, здесь туда получается не attribute, а set attribute. Ну, и в терминале. Сейчас я выйду из предыдущей сессии и попробую запустить наш DIN. Вот, ошибки появились. Слава богу, да? Сейчас я их исправлю и продолжил. Вот предикат вызван, но не определен. почему потому что я забыл пик на ориентированность то что мы должны сделать запрос самому себе они запустить предикат возни выполнить предикат с этот теперь так ну все нормально теперь джон проверим джонным члены давить и теперь корренд корринк атрибют чем основном печь так хивстон у нас проблемы сейчас разберемся и вспомним то что забыл неправильно просто корренд атрибют тут кстати тоже можно некоторые варианты сделать так можно представить тогда можно менять вариант хранения вот этого атрибют она точно будет локальное чисто так корренд перезагрузить теперь надо нам видите вы или 25 теперь пробуем добавить туда новый атрибут еще на работает например youtube выйти до джон true можно спросить что он там его работа каком учреждении эту можно перечислить все динамические кредикаты или вот таким способом фуроу фуроу не во всех прологах находится в билд-ин области да то есть он не везде встроены где-то его нужно библиотеками подключать кстати вот не помню в свей так это или нет формат формат здесь обычно используется символ то есть то есть тильдове равно тильдове бэкфлэш н здесь name value вот перечень атрибутов вывелся на экран в своих программах я такие конструкции динамические использую например для задания конфигурации например можно создать такой объект configuration ну конфиг то есть это опять же объекты иерархии прототипов очень удобная вещь кстати то есть очень удобно не иметь классы то есть просто создаешь новые варианты предыдущей какой-то реализации но при этом они разные объекты то есть при наследовании метод конфига можно еще какой-то конфиг унаследовать хоть другой вариант под конфигурацией пусть она тоже вот эта конфигурация импортирует нашу категорию атрибут раз мы ее реализовали почему бы ее не использовать вот здесь тоже можно вынести в отдельный конечно протокол это все единственное что она делает это устанавливает какое-то значение да поэтому мы можем просто делать set2 удаление нам здесь не нужно использовать так и нужно получить какое-то значение конфигурации кстати сейчас только в голову пришло почему бы нам не сделать какой-нибудь предикат предикат оно это без правда без там хитрой конструкции подменяющей один текст на другой мы это здесь не сделаем ладно пусть у нас будет просто вот этот set и get с параметром тоже 2 еще удобно сделать get с параметром соединительным параметром покажу интересный прием такой мне нравится ну все теперь программируем значит так это паблик да у нас правильно то есть set name value мы запускаем сообщение set attribute name value и get значит name get current attribute name view ну и вот этот вот get о котором я говорил и одноаргументный можно так вот сделать удобен тем когда скажем мы хотим перечислить все значения в такой форме очень удобно перечислять и потом их печатать я покажу тоже тут можно get самому себе get name я так же делал варианты которые совсем очень мудреные мы просто делаем actor в зависимости от того свободная переменная там или связанная там уже меняем поведение либо это set будет либо current здесь мы так мудрить конечно не будем было конечно удобно если бы мы могли бы сделать что-то вроде такого name от value это вот запрос но ладно это пока опустим ну и вот теперь можно создавать конкретной конфигурации причем комбинируя динамическую часть и статическую то есть object например там myconfig myconfig что у нас там extends config config и object то есть начальное состояние какое-нибудь начальное состояние динамической части конфигурации конечно мы можем тут отдельно добавлять предикаты статические да например там root dir написать что-нибудь c2 . что-нибудь объявить его пабликом это мне уже не нравится потому что мы тогда его не можем менять да получается динамический так а тут что не нравится нам нам продикают initial state давайте его напишем initial state соответственно что получается set subdir какой-нибудь так кавычки можно , потом set там какой-нибудь file name file . . . ну и так далее потом в процессе эксплуатации уже можно будет там менять да то есть subdir поменять там file name либо какой-нибудь вычислить предикав ну то есть нам нужно синтезировать из root dir subdir и файл name до полной path name и вот мы можем его синтезировать и потом запомнить использовать уже существующий уже готовый вариант атрибута и она имеет смысл зачем его запускать показывать давайте попробуем исправим ошибки заодно так и следующим кул райзит exception и смотрите что произошло запуск вот этого предиката то есть у нас все скомпилировалось а тут говорит что не существует предикат этот myconfig set да опять я забыл здесь вызовы поставить к самому себе я примерно половину пишу программ на прологе половину на луктоке в зависимости от его какая архитектура там преследуется вот myconfig get что у нас там subdir например ну кстати вот вариант такой возьмем false здесь проблема в следующем дело в том что у нас атрибют локальный для объекта который непосредственно импортирует категорию атрибют а нам нужно чтобы он был локальный для этого объекта и также те которые его наследуют сейчас исправим посмотрим что получится вот вот я исправил это бывает очень здесь дело в чем что когда мы импортируем в конфиге категорию атрибют то вот этот атрибют с почерком с атрибютом будет создаваться внутри объекта конфиг у наследовав у наследовав конфиг my конфигом так как предикат у нас какой он там protect предикат в общем суть в том что у my конфиг он не может получить то есть эти вот категории предикаты категории там current attribute он не может получить доступ к объектам созданным в конфиге то есть он пытается найти вот эти вот атрибют с почерка внутри my конфига их там нету получается когда мы запускаем его через сообщение к самому себе тогда они естественным образом находятся так как сет уже будет создавать эти атрибют с почерком внутри my конфига значит это несколько замороченная в логтоке контекстная как скажем фича то есть логток контекст в смысле предиката то есть их существует два контекста первое это self и второй это this вот если про ним почитать документацию то мы можем увидеть следующее значит self возвращает объект который принял сообщение да ну то есть предикатку это запустили это принятие сообщения объекта и он его уже обрабатывает вот а this он указывает на объект в котором этот предикат был реализован то есть если предикат реализован и запущен с одним и тем же объектом то результат который возвращается this и self будет один и тоже вот это первое второе значит когда мы используем в данном случае такую форму то мы делаем запрос к self а вот такую форму это запрос к this вот в этом разница то есть в одном случае атрибют у нас получается принадлежит строго к объекту сетап во втором случае он им обоим принадлежит как вот разница между this и self и разница также это проявляется когда например мы запускаем предикаты из категории категории то есть this set attribute это будет объект который непосредственно импортирует нашу категорию self attribute это объект в котором запущен был attribute ну то есть в данном случае myconfig немножко заморочено но в принципе это позволяет например разделять так скажем контекст текущего объекта в котором мы используем в котором мы обрабатываем сообщение от объекта где это сообщение обработка этого сообщения была реализована то есть там например мы можем хранить какие-нибудь значения переменных имеющих глобальные по отношению к нижней иерархии объектов информации в общем в принципе это все относительно динамических предикатов ну какой еще можно пример привести например можно попробовать что-нибудь create object замутить да например давайте давайте интересные примеры найдем наверно в примерах поставляемых с локтоком сейчас я поищу что-нибудь интересное и посмотрим что-то мне так ничего оригинально в голову не приходит то есть я create object использую как раз на этапе синтеза так называемая платформа зависимой модели то есть у нас есть скажем ml-диаграмма и по этой ml-диаграмме мы хотим синтезировать какой-нибудь программный код об этом я буду наверное дальше говорить в рамках этого курса либо что-нибудь другое более интересное можем найти какой-нибудь там анализатор протокола написать интеллектуальный ну сейчас я найду попробую из примеров ну вот примерчик вообще согласно вот этой основной идеи локтока да у нас же программа представляет собой теорию то теория у нас статична то есть у нас есть набор законов выраженных в виде практикатов да какие-то начальные данные в виде фактов мы из них выводим следствие да consequences в виде свойств объектов упомянутых в этих предикатов то есть новые свойства какие-то и по идее динамизм состоит только в том что мы в общем генерируем вот эти свойства ну в принципе динамизм но естественно такой подход не сильно практичный то есть нам бы хотелось например добавлять что-то внутрь то есть какие-то новые факты да и для них потом уже получать заключение но тем не менее вот я нашел один пример представляет собой некоторую иллюстрацию сборных компонентов ну например у нас есть компьютер да или там лаптоп какой-нибудь ноутбук состоящий там из материнской платы видеокарты еще чего-либо вот сами ноутбуки это вот как раз есть объекты которые динамически создаются и при создании передаются вот эти различные варианты конфигурации вот вот задан протокол describe у него публичный предикат describe слэш норд скорее всего что-то на экран пишут обычно я не пишу такие describe и вы задаем набор категорий для материнской платы дисплея клавиатуры мы используем эти категории вместо протоколов для того чтобы определить этот describe предикат вот материнская плата у нее значит есть процессор и оперативная память где-то публичные предикаты вот describe который он реализует да категория это найти некоторый процессор написать его на экране и тоже оперативную память каким-то образом отобразить дисплей тут у нас отжижение используется ну и describe соответствующим образом тоже написано клавиатура ну что-то тут о клавиатуре layout раскладка клавиатуры и третье определим некоторые объекты импортирующей категории таким образом чтобы у нас были лаптопы состоящие из компонентов с которыми можно играть вот у нас есть быстрый быстрая материнская плата с i5 8 гигабайтами оперативки примерно сделан лет пять назад тогда это было актуально сейчас конечно я бы так сказал что 8 гигабайт из-за наших современных браузеров уже бывает мало так так faster faster быстрее то есть тоже материнская плата с i7 16 гигами 13 это дисплей 13-дюймовый имеется ввиду наверное от resolution 1 440 на 900 15 2560 на 1600 клавиатура qwerty 2 рак клавиатура теперь можем наши лаптопы создавать опять же создадим категорию которая оснащает некоторую реализацию от этого describe то есть предикаты describe значит лаптоп это тоже категория значит есть у меня mainboard display кейборд предикаты ну и describe соответственно создается путем запуска то есть сначала мы спрашиваем какая у тебя материнка печатаем на экране соответствующим образом то же самое display то есть видите здесь у нас получается есть некоторые объекты mainboard display keyboard и мы к ним делаем запросы то есть то что я вам в самом начале показывал то есть удобный вариант ну и конец категории то есть таким образом мы лаптопы определили ну и теперь можно определить вот примеры лаптопов то есть простой он является лаптопом импортирует лаптоп здесь вы видите у нас нет никакой иерархии между basic бизнес и тому подобные вещи мы при помощи композиции ну тоже объектно-ориентированная технология создаем вот эти объекты тут я не говорю про экземпляры они сами по себе объекты ну вот материнская плата быстрая дисплей 13-дюймовый и клавиатуры qwerty бизнес лаптоп то есть он с быстрой материнской платой 15-дюймовым монитором может было конечно его унаследовать от basic просто приопределить что-то тоже как вариант ну и тут кастомайзит хакерский лаптоп на какой-то тоже его создать сделали специальный предикат new 4 аргументный вот для того чтобы создать объект унаследованный от кастом с конкретными значениями для mainboard keyboard и дисплей этот объект мы создаем следующим образом то есть create object laptop передаем параметры наши параметры этих то есть категории из которых создаем наш лаптоп и в результате мы должны получить новый объект то есть он импортирует лаптоп вот этот вот я интересно если бы он custom импортировал то получалась бы такая иерархия объектов из которых можно создавать новые объекты путем перепрограммирования переопределения чего-то вот импорт лаптоп тут не понятно зачем он импортировать лаптоп в этом месте то есть по идее это объект который конструирует лаптопы но сам то он уже не является лаптопом пусть будет так ну и вот соответственно задаются то есть последним параметром четвертым помните в начале мы говорили у креетопчик идет определение непосредственно то есть mainboard display там keyboard но если эту программу запустить я наверное не буду ее запускать то можно соответственно сделать запрос custom двоеточие new потом faster mainboard да идет первый второй 15 keyboard например дворок написать либо какую-то свою новую категорию создать вот такой пример ну на этом наверное я закончу лекцию небольшую и буду продумывать что на следующей паре в принципе мы основные это моменты прошли теперь надо в большей степени заниматься приемами программирования луктока удачи всем